Здравствуйте! Сегодня мы находимся на складе компании ЛБР в городе Краснодаре. Современные технологии высева пропашных культур доступны теперь не только крупным хозяйствам с большими площадями, но и средним, а также относительно небольшим производителям. Инженеры Гринплейнс разработали ряд моделей компактных пропашных сейлок, работающих с отечественными тракторами, с такой же высокой точностью высева и производительности. Рассмотрим сегодня пропашную сейлку от Гринплейнс ПД-87. Давайте сразу отметим основные преимущества этой сейлки. Почему для пропашных культур именно ПД-87? Первое. Великолепное соблюдение точности посева. Это обеспечивает появление дружных сфотов. Мощность можно рассматривать в двух разрезах. Первое. Это равномерное расправление семян в ряду, а также идеальное соблюдение глубины посева. Второе. Идеальное внесение удобрений. Для внесения удобрений на сейлке установлен монодисковый сошник, что позволяет работать до жидко-переуложенной почвы. В отличие от конкурентов, которые устанавливают либо двойной диск, либо вносят удобрения с турбоколка. Сейлка ПД-8070 универсальная сейлка. Она может использоваться как с импортными тракторами, так и с любым отечественным трактором. Для удачного агрегатирования данной сейлки достаточно любого отечественного трактора от 100 лошадиных сил. При этом на отечественный трактор не нужно устанавливать дополнительное оборудование. Чем хороши американские сейлки Гринплейнс, тем, что эти сейлки работают как с импортными тракторами, так и с отечественными. Без любого дополнительного оборудования. Теперь давайте рассмотрим сейлку Гринплейнс ПД-8070 поподробнее. Ширина захвата 5,6 метров. Скорость высева 9-11 км в час. Междурятия 70 сантиметров. Производится сев пропушных культур, грузы по сейлке. Под посев других культур сейлку можно легко переоборудовать путем замены высевающих аппаратов. Посев осуществляется по 8 рядкам. Дивидуальные бункера для семян, каждый объемом 70 литров. Прошу обратить внимание, это приличный объем для семенных ящиков. Итак, точность высева. Точность сейлки обеспечивается пачками высевающих аппаратов. В процессе сева исключаются пробки. Узкий семян и появление задвоенных высевов в борозду. Уникальная конструкция сборостной доски позволяет правильно отрегулировать сейлку ПД-8070 под нужную форму и размер. Как происходит сейлка Гринплейнс ПД-8070. В первый бой вступает монодисковый сошлик. Регулируйте глубину заделки опорным колесом. Давление сошлика регулируется пружиной до 240 кг. Монодиск под таким давлением разрезает грунт, причем делает это с легкостью, так как он находится вертикально. Вертикально на него не налипает перевлажненная почва и также нечему зацепиться растительным остатком. Он просто как ровным ножом разрезает. Угол смещения под 7 градусов создаёт ширину борозды, в которую будет вноситься удобрение. Вслед за монодиском в бой вступает турбоколтер. Он производит обработку почвы по краю среза оставленным монодиском. Так как этот срез вертикальный и ровный, то турбоколтеру очень легко производить обработку. Он легко входит в землю, очищенную с одной стороны от растительных остатков. И измельчает её строго в отведённой полосе, в которую тут же заходят сошники-селки. Сошники-селки большие, 38 см в диаметре, 4 мм толщиной, вдвоенные, со смещением. Это позволяет наиболее эффективно производить сев. То есть она спокойно входит в след, оставленный турбоколтером и производится сев. Сошники, глубину сошников, контролируют два опорных колеса, расположенных с двух сторон. На опорных колесах, тут, к сожалению, на выставочном экземпляре нет, но к ним идут ножи-чистики, которые счищают любую налившую почву, тем самым контролируя глубину. То есть ничего лишнего не налипает на колесо, колесо остаётся идеально чистым, и вследствие этого выдерживается заданная глубина посева. Заделка происходит двумя V-образными колесами. Угол заделки также спокойно регулируется. Глубина посева регулируется тоже рычагом, никакой проблемы не составляет. Привод селки происходит путём приводных колёс. Двух колёс приводных и двух колёс транспорта. Удобрение вносится непосредственно вблизи прорастания семян с возможностью регулировки от 0 до 15 см в обе стороны от основной борозды. Это позволяет отрегулировать нужную зону для внесения удобрений. Ёмкости для ящика удобрений по 250 литров. Четыре штуки суммарно плана. Ещё один немаловажный фактор, на что стоит обратить внимание, это прочность селки. Селки Green Plains сами по себе невероятно прочные. Они изготовлены из специальностей сельскохозяйственного металла, который выдерживает любые нагрузки. Селки Green Plains используются с тракторами с большим запасом мощности. Их можно агрегатировать не только с минимум, но и с максимальным количеством лошадиных сил. При этом не нанося никакого вреда самой селке. Селка сделана очень качественно. При весе больше трёх тонн, имеет большой запас мощности. Мы с вами сегодня поедем ещё в хозяйство и покажем вам селки, которые отработали четвёртый сезон. Посмотрим, в каком состоянии они находились. Дополнительно рад. Данная селка отработала четвёртый сезон суммарно в районе 3,5 тысячи гектаров. Посмотрите, как она выглядит. Это селка. Селка Green Plains. Селка ПД-8070 от Green Plains оборудована гидравлическими маркёрами. Зубчатым колесом, которое оставляет хорошо заметный след. Селки Green Plains комплектуются дисплеями компьютера DigiJob. Дисплей устанавливается в кабину трактора и позволяет машинисту в онлайне контролировать засеянную площадь, норму высева, скорость работы, количество двойников и пропуски. В заключение хочу отметить, что всё наше оборудование поставляется вместе с заводом эксплуатации. Квалифицированные инженеры соберут вашу селку, запустят её в работу, проконсультируют ваших инженеров, механизаторов по всем вопросам эксплуатации. При необходимости мы осуществим как гарантийное, так и постгарантийное обслуживание. Поставку запасных частей и расходок. Запросить цену на данную селку можно на нашем сайте. Как вы уже знаете, ссылка на него в описании под этим видео.